доброе утро у нас 8 часов утра проснулись помылись помылся точнее такое доброе утро на палатках переночевали у некоторых переночевали отлично ну на природе сами знаете наверное такую красоту спать отлично а у нас концерт продолжается вот жаркое будет ну все примерно ну после обеда мы уже планируем и ехать до уезжую это заброшенный поселок там несколько человек живут он там переночуем это где-то отсюда 50 километров туда поедем и завтра должен приехать завтра рано утром должен приехать denis наши очень хорошие знакомые земляк который там живет молодой парень он приедет встретит нас и покажет вот реку ну дорогу фарватер реки потому что мы не знаем мы по жуе не ездили поэтому мы не знаем примерно так так у нас готов обед сердце сердце и юбро языки и бра самого деликатес вот этот будем кушать так самое главное ну хотел бы поблагодарить своего дядьку на дорогу нам поделился с мясом из юбра но это очень приятно не то что там тушенку кушать да а мы сейчас вчера кушали сегодня ну сегодня уже последние покушали ну это вообще отлично когда есть мясо чем тушенку кушать сейчас вот вот верхнюю часть языка убирает начинается у нас обед всем приятного аппетита смотрите вот домашний лук с маслом красота так сейчас значит у нас обед после обеда уже поедем до уезжую это где две реки соединяется чарой и жуя до туда поедем и там переночуем и завтра с утра уже до поселка перевоз поедем убираемся ребята убираются здесь надо перевести порядок так вот всем мусор надо убрать вот эти бумажки полностью все собрались уже сейчас поедем так значит заправляемся и загружаем свои вещи сейчас уже выезжаем сейчас уже пять часов вечера ну не спеша сегодня отдохнули и вот сейчас уже поедем но отсюда недалеко 50 километров обратная погрузка идет заново ребята тоже направили мы тоже заправили сейчас опять будем менять винт на 12 поставили она слишком медленная и бензина очень много жрет поэтому на универсальные на 13 сейчас винт поставим так поменяли 12 винт на 13 12 поставил сейчас уже поедем готова загрузились вот на 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 так приехали уезжу я заброшенный поселок здесь люди живут мы здесь переночуем еле-еле остановились течение слишком быстро и вот здесь ребята вон там так подними с речки старое здание это по моему магазин или илья почти здесь местный у тебя отец отсюда же да а вон там родители там и не жили оказывается этот поселок уже я называется он заброшенный ну потом чуть погодя еще расскажу а сейчас пока заходим дом а жут да аккумулятор стоит здесь люди жули как раз но никого нету где магнитофон стоит еще ну хозяев подождем на ребята ждать костер каким чайник и ужин ну здесь кто здесь живет их нету богу вот все собаки все пустые ну видно что здесь людей не было но они походу с первым этим уехали но они из перевоза иркутская область вот туда и уехали ну как река тронулась как зачистилась они по ходу уехали вот этот когда я здесь уезжает начало мая наверное сегодня кстати 24 мая все занят своими делами приветствую еще раз мы приехали местная местность ну второй день наши поездки мы остановились именно в этой местности здесь раньше был поселок поселок у сижу я называлась на венкийском это даю называлась да здесь жила около 100 человек здесь был холхоз имени 26 лет октября и здесь холхоз был 39 году здесь открыли холхоз где жили венкий якуты русские украинцы здесь жили до 39 году здесь значит образовался колхоз они здесь держали значит оленей держали лошадей здесь держали до 65 65 году здесь открылся открыли уже здесь начали сажать картошку картофель капусту сажали представляете и платами отправляли до якутска отсюда представляете это от нашего села до сюда это 200 километров до сюда вот веку отправляли до потом 72 году и все здесь развалилась колхоз закрыли и этот поселок переехали наше село чаринский некоторые по всей россии разъехались да вот мы здесь вот стоим здесь представляете это старое здание здесь сельский магазин сельмак сельмак здесь девушки украинки здесь работали продавцами вот кто живет в нашей деревне люди возрасте рассказывают вот здесь амвар их и был здесь по моему тому о продукты здесь на хранение ставили вы представляете вот даже видно да здесь дома стояли на этом агро огромном поляне а вас людей жила примерно 100 человек здесь жила это раньше относилась в на территории республики саха якутия это территория была республика саха якутия потом уже присоединили иркутской области вот потом все развалилась здесь сейчас кто-то живет здесь лошадей здесь держит по моему вот до последних до двухтысячных годах здесь наши знакомые вот с нашего поселка даже да здесь чердонов здесь жили да они уже здесь переехали не перевозим вот такой огромный дома кстати дома которые некоторые здесь на дрова пустили походу а некоторые дома уже наше село представлять а раньше дисбарсе приезжала на барже дома туда ставили и туда увозили некоторым на плотах сюда ду целая деревня переехала наш поселок так ну все равно как-то обидно на здесь жили наши предки отсюда кто-то на войну уехал и действует даже кладбище все здесь есть старые данному туда не пойдет целый поселок переехал когда колкоз закрыли ну представляете ли до якутска отсюда но это около 1000 километров они туда снабжали получается картофелем капустой много чего там мы самое обидное да здесь нигде в интернете нигде нету здесь ничего в интернете не пишут только в архивах если покопаться только там можно найти наверное а так это неизвестно таких заброшенных поселков по реке чара очень много очень много где жили вот сейчас вот или вот у или отец отсюда он и здесь вырос здесь он в школу пошел вы человеку сейчас уже 68 лет под 70 до и вот вячеслав афанасьевич отец или но он я с ним встречался вот мне он рассказал и он говорит обязательно где дом родной где еошный дом родной накормить и говорит вот сейчас этот долг исполнит сын и очень ли я вот в этой местности вот семья там урок здесь же здесь домик не стоял обязательно огощает ли у поговорить с предками оставлю так я стою на берегу реки здесь реку чара сливается река жуя вот на этом месте вот они жили смотрите какая красота чара он пошла ажуя вот пошла жуя сливается с чарой рекой вы держили наши и самое интересное да хотел бы кто здесь жил да может предки держите может их не дети знают поселок село усь жуя усь жуя называется а потом ну на якутском и на венгийском это даю 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 вот так называет кто там здесь жили кто-то жил вот они по-любому здесь смотрят смотрят да посмотрят это видео даже их не и дети пожалуйста оставьте комментарии комментарии оставьте все равно воспоминаниях у ваших родителей дедов где все равно осталось где они жили эти люди получается по всей республика саха по всей россии по странам снг вот если смотрите поставьте здесь был усь жуя не забывай так у нас идет готовка ужина сегодня у нас повар у и гулай что будем мы сегодня кушать теперь ну название то есть какой простой футболит покой мясо последний так ну партушка там по-любому будет так вот эти два молодых парня вот два маньяка давид сашком когда они без кофе вообще никак не могут опять кофе пьют утром бьют днем бьют и вечером бьют или вообще удивляется от них он накормил да все нормально вот там отец сиди ждали ждали наконец-то разрешению так это у нас до ужина перекус будет да да вот кладовая алек мы вот кладовая алек мы это алекинская фирма по изготовлению молочной молочной продукции вот смотрите ребята чтобы его покушать все собрались так кладовая алекла огромное спасибо и и самое главное и самое главное вот смотрите алек манский знаменитый сыр вот этот сегодня нужен будет так у нас ряженка налетаем югут и югут малина так молоко пастерилизированные так огромное спасибо кладовая алекму за предоставлены вот молочную продукцию очень что отлично так и лично огромная благодарность генеральному директору капулову николаю анатольевичу спасибо николай вообще отлично чё ребята вся тема трубка трубка и матвею такой местные продукции надо пить вот так вот у руслана или вот показал как надо пить вот а то не умеет чуть не поругались как надо открывать ну я старший брат им показал как и все довольны счастливы ну все перекус удался на славу остальные продукцию завтра утром на завтрак покушаем все довольны суп у нас кипит лук жарится картошку там положили да так ульгу ван повар наш так и поужина уже рано ляжем спать потому что утром рано утром где-то 4 часа утра уже денис приедет из села перевоз который нас встречает поэтому уже надо пораньше надо лечь спать поэтому для молодежи говорю рано-рано-рано надо ложиться спать потому что рано надо вставать вот всю ночь начнут там на телефоне смотреть фильмы поэтому надо пораньше ложиться спать правильно русла так доброе утро сейчас три часа ночи ну под утро да вот ребята приехали сейчас уже собираемся поселок перевоз ну потом с ребятам познакомили на сейчас показания пусть не проехали 40 километров за нами ребята приехали денис и федя остановились у местных рыбаков чай попьем ребята толком не послали да но рано приехали поэтому вот едем вот это уже река жуя а вот денис который нас встретил привет денис не встретил вот виде вот местные вот кстати из перевоза ребята местные встретили он сейчас едешь остановились перекусить сейчас значит поедем так все дальше едем вот федер подогнал свой винт насколько это время 13 13 как у него диаметр 11 1 4 на 13 а у вас 10 диаметр 1 2 10 половиной дюймов генн 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 кофе уменьшаем ребята вовсю кушают сейчас чай попьем и дальше поедем вот denis да вот из у жуида он там жил жил а там сам бисквили тоже жил где мы живем село чаринский вот сейчас он живет поселке перевоз вот приехали сведи нас встречать и сколько здесь километров осталось 60 с копейкой да один из деду к не жил так видите да вот это золото первая золотобывающая компания которая здесь добывает золото у нас первый бак закончился 45 метров но подключаю это и сусу и сколько километров проехали 132 еще 10 130 километров проехали вот 45 метров закончилась ну для нас это нормально потому что винт поменяли уже бензина меньше начало жрать вот винт поменяли ребята не могут догнать на за один раз едут винт но тут который у у феди взяли вообще отлично кажется едет 45 46 километров в час а до этого на старом винте которую мы потрёпанном он вообще там максимально 38 ехал 37 38 как-нибудь у феди надо этот винт забрать у него винт я заказал просто до нашей поездки не прибыл заказ а а 14 вин который у меня новый вот ее и деревне оставили но смысла нету этого много баулов много груза много поэтому как-нибудь так получилось и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok